всем привет я вот такая вот провокационная тема до заголовок заголовок для моего этого эфира почему что-то я так решил назвать туда забудьте о том что можно начать заняться спортом после 30 40 или 50 лет я сейчас объясню на самом деле что такое возраст 30 40 и 50 это такие кризисные моменты когда человек ну переживает какие-то такие ну не знаю как сказать рефлексии по поводу того что надо в жизни что-то поменять на самом деле такой же есть и в 10 лет и в 20 ну конечно физиологи психи психологи психиатры нейрофизиологи выявляют более четкое деление до градацию не по десятилетиям а там через семь лет там какие-то другие связанные с больше с некими физиологическими периодами на полового созревания пуберта там до какого-то становления социального там окончания школы создание семьи и так далее но на самом деле вот я так вот делю по десятилетиям на самом деле потому что ну я просто это вижу по себе и по людям моего поколения как это все происходит и вот в этом возрасте в 20 все понятно что там собственно говоря менять что-то хочется но полной сил и энергии ничего в жизни нету за плечами ничего нет начать можешь сама нуля все легко и все так далее к 30 годам уже есть какой-то опыт и жизненный багаж как правило семья да очень часто есть и так далее но вот ну что-то входит уже такую ну не в рутину но устоявшуюся вещи люди хотят что-то поменять появляется первый достаток какой-то такой нормальный но это что-то хочется поменять ну в том числе заняться спортом 40 лет это связано больше с кризисом со среднего возраста в 50 лет с кризисом каких-то упущенных возможностей и вхождением в такую можно сказать в начало осени можно сказать ну да и хотя собственно говоря если человек нормальный образ жизни ведет даже спортом не занимаясь более-менее нормально то 50 лет это еще расцвет вот но в то же время это уже там август да вот еще как говорится не декабрь вот но август вот так вот и значит собственно говоря что происходит многие хотят заняться в эти периоды спортом что тут в жизни поменять достигнуть каких-то результатов заняться тем чем никогда не занимались либо вернуться к тому чем занимались в молодости и яра или не яра но принимаются заниматься именно тем что им кажется вот ну правильно да то есть идут спортивный зал спортивную секцию начинают заниматься самостоятельно на спортплощадке стритворкаутом и чем-то еще вроде все хорошо да как некоторые говорят замечательно все лишь бы не курили вот дамы или водку не пили на самом деле все не так мы просто человек если спортом не занимался долгий период или занимался во плане мы предположим утренней среди гимнастики и вдруг не стал именно гимнастики да и то нерегулярно зарядки вернее вот так вот скажем это будет более точно и вдруг начинает заниматься спортом даже пусть в лайтовом режиме имеет больше возможностей получить себе массу проблем чем принести пользу это очень часто то есть в чем-то он себе пользу безусловно принесет как причинить пользу вот то есть там ну сердечко получше станет работать да более выносливый станет обменный процесс там ики даже худеть начнет возможно но есть такая штука как опорно-двигательная система и вот опорно-двигательная система она все это все это время не подготавливалась к тому чтобы начать сам заниматься спортом более того все это время она правило занималась тем что испытывали нужность в себе то есть нужны были какие-то лишь ограниченные функции сидеть стоять лежать там переместиться немножечко пешочком нагнуться завязать и шнурки если они есть а у многих и нет они всегда завязаны завязываются лишь один раз при покупке обуви опять же если они есть и все и собственно говоря ничего не работает голову вверх не поднимаем шеи не вращаем это не нужно вот и получается что ничего не востребовано и вдруг начинает человек заниматься спортом испытывать определенного рода нагрузки к чему собственно говоря ничего не готова там не смазки но я так условно говоря со сравниваю с каким-то они в амплитудах в нужных все не было задействовано в итоге там есть элементы застоя есть значит элементы морфологических изменений уже лепсовидные деформации суставов есть уже признаки артрозов есть хронические какие-то артриты в том числе из-за невостребованности движения а потом из-за каких-то микротравм вот то есть дегенеративные процессы присутствуют и вдруг человек вот начинается заниматься там боевыми нам искусствами в вашем молодости занимался ну или просто захотел начинает заниматься кроссфитом просто в тренажерный зал ходите штангу ворочить и так далее а у него не сухожилия к этому не готовы то есть они наоборот все время были к этому не готовы а что такое неготовность что такое пассив в отношении того как человек с вами живет если он что-то не делает то он в отношении этого действия не остается законсервированным он движется назад потому что если какая-то функция и не востребована то это ведет непременно к деградации то есть сомкотрофии поэтому если сухожилий не нужно испытывали нагрузку то они мало того что с возрастом сами по себе становятся более сухими менее эластичными так они еще кроме того становятся более тонкими и не воспри и более с чувствительными к нагрузке в том плане что с чувствительным в плане травм возникают проблемы понимаете вот вот в днях тут смотрите вот так вот помахаю интересно же да обратная связь может вы мне что-нибудь сочеркнуть если вопросы будете по ходу задавать то для меня это будет интересно вот так переместиться дальше поэтому для того чтобы начать заниматься спортом сначала нужно подготовить к этому свою опорно-двигательную систему а этим не занимается никто я скажу даже больше среди спортсменов-профессионалов среди опытных каких-то людей мало найдут мало найдут мало найдется тех кто занимается фитнесом ну то боевыми там искусствами занимается ладно у них впитано что перед тренировкой надо разминку сделать растяжку вот ну да 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 я ученик профессора йорги да я скажу даже больше в свое время медицинское образование я получил вернее пошел в медицинский именно потому что медицинское образование было у моего учителя профессора йорги на самом деле я конечно к биологии всегда близок был я хотел быть именно биологом потом орнитологом вот ну зоологом вот но в итоге кончилось тем что стал заниматься медициной и огромную роль сыграл то что именно профессор йорга он врач он профессор медицины и в итоге я тоже стал врачом ортопедом травматологом и мануальным терапевтом вот ну это как значит экскурс такой почему я об этом говорю да потому что кто-то меня не знает наверное да поэтому я скажу что я врач ортопед травматолог мануальный терапевт и хирург это по образованию по одному из которых у меня четыре высших вот два еще на мишки одно педагогическое вот поэтому я думаю что сознанием дела могу вещать на эти вещи которые я собственно говорю сейчас вот думаю что имею на это право так вот друзья мои продолжим даже среди тех кто постоянно тренируется значит фитнесом мало найдутся тех или мало найдется таких людей которые делают хорошую разминку именно хорошую не то что там два врачательных движения каких-то там все и типа разминка значит многие говорят что мы разминаемся малыми сами сразу начинают делать упражнения вот говорят что самая лучшая саморазминка это сразу начать действовать нет все неправильно а еще меньше найдется таких людей которые делают заминку таких вообще почти нет а ведь любая силовая тренировка любой интенсивный скоростно силовой тренинг заминки требуют обязательно потому что во время тренировки какая бы разносторонняя она ни была накапливаются усталостные моменты характерные для динамического стереотипа который свойственен данному виду нагрузки так если например самки человек ну сам штангист или пауэрлифтер или что-то еще то у него возникают определенного рода компрессии во время тренировки в суставах ну позвоночном самки ну столбе например эти компрессии нужно снять а чаще всего человек едет потом сразу домой покушает ложится спать с тренировкой вечером в итоге эти компрессии у него могут и не сняться за ночь потому что возникает еще крепость и в смысле не сняться это не то что они могут присняться а то что они у него не снимаются за ночь потому что эта крепатура которая есть в мышцах или просто пост нагрузочное вот это вот с напряжением если оно не компенсировано растяжки не было да самозаминки хорошие они продолжают стягивать позвонки между собой то же самое характерно для любого рода физической нагрузки в любом виде спорта даже если она разносторонняя такая как в ММА потому что например стойка левосторонняя в итоге одно плечо левое все время приподнято и так далее возникают определенные моменты об этом очень часто рассказывал ну в данном случае я повторяюсь в другом немножко контексте так вот а тут люди вообще спортом не занимались иначе итак мы что мы видим в суставах есть элементы дегенеративные я про мышцы вообще не говорю потому что мышцы это как раз это самое то что в общем-то подготовиться быстрее всего мышцы из декомпенсации выйдут на какой-то рабочий режим и станут там где работать гораздо быстрее всего даже если их нет они начнут там типа наращиваться или те которые я сам есть они быстро войдут в определенный ну спортивный режим который они могут ну потянуть и будут развиваться а вот сухожилия а и суставы они так быстро не вернуться в нормальное состояние я вам скажу даже больше суставы могут вообще не вернуться в нормальное состояние они могут быть подготовлены к работе но в рамках тех изменений которые в них уже произошли если там деструкция была очень серьезная уже морфологическая такая то в принципе некоторые вещи уже не вернуть назад как это было в молодости тем не менее почти весь функционал даже при измененном суставе можно восстановить вот люди пишут я грешу там да что разминку не делаю вот это вот да этим все грешат я говорю что этим даже сам не грешат те кто постоянно занимаются что же говорить о тех кто постоянно кто этого постоянно не делал так Михаил я тоже врач конечно имеете право более того ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля пропустил через себя извините что считаю так потому что за рулем хочешь не хочешь с годами меняется функционал хочешь сохранить здоровье взглянив так-так-так-так-так-так-так-так-так ну я понял идею да Сергей но это хочу сказать что в разном возрасте люди могут выглядеть абсолютно по-разному я сейчас отвлеку еще немножко есть люди которые и по паспорту имеют там 30 лет а выглядят на все 45 или даже больше есть молодые люди которые в 20 лет имеют такой иначе остеохондроз с такими последствиями с такой выраженной клиникой которая характерна для людей ну в 50 лет условно говоря вот которые 50 лет себя чем-то мучили не знаю чем чтобы заработать себе кучу проблем понимаете да о чем я говорю вот да вот вы как пишите что загляни в паспорт и меняй методику да конечно методика должна соответствовать возрасту это безусловно но если делать все правильно то и в возрасте вот как у меня предположим мне 43 года мой функционал на уровне ну реально я вот прям не вру не грешу я вам отвечаю на уровне ну 25-летнего условно говоря там почему я об этом могу говорить со знанием дела потому что сейчас я еду на тренировку на этой тренировке я буду проводить занятия ну для таких же как я парней ну вот мужчин вернее которым за 40 да иногда на наши тренировки приходят ребята иногда я для них тоже веду значит ребята профессионалы на ТММА занимаются спортсмены кто-то занимается фитнесом кто-то еще чем-то но ребята я именно не договорился не просто любители а профессионалы которые в опробов боях участвуют по кроссфиту мы их за поезд затыкаем просто на раз просто на раз то есть они такие тренировки конечно выдерживают закрепя зубами ну потому что им как бы не хочется поддаться сандидам как они считают нас вот но потом когда проходит какое-то время возникает определенная лояльность и доверие говорит Михаил Юрьевич это просто как вы просто машины нам такой уровень функционалки пока еще мы его пока не достигли мы же видим что вы занимаетесь так каждый день а мы один раз с вами позанимались ну выдержали тренировку а вот не смогли а почему а потому что надо правильно работать как раз об этом и веду речь так вот если вы решили заниматься в возрасте после 30 40 или 50 спортом которым не занимались или которым занимались очень давно то все начинать надо не с тренировок а с подготовки опородвигтой системы и готовить ее в общем-то нужно не совсем тем чем вы планируете заниматься потому что часто говорят ну а что я тогда собственно говоря займусь тем же самым чем я буду заниматься дальше только лайтово например с пустым сам грифом буду заниматься просто ну подкачкой там и когда у меня там все закрепится ну да безусловно это нормальный метод извините что прыгаю по мыслям не договариваю фразу я просто подъезжаю уже вот да такой метод лучше чем сразу значит приняться за дело ну как сказать форсируя события это само собой лучше но это не самый лучший вариант самый лучший вариант это попытаться максимально восстановить опорно-двигательную систему ну и конечно и желательно и сердечно-сосудистую систему вот и все что только можно для того чтобы нормально начать заниматься без проблем чтобы никакое изменение нагрузки никакое техническое действие никакой новый режим работы который может появиться не был настолько шоковым чтобы развить какие-то микротравмы которые перейдут в дальнейшем в травмы а самое главное чтобы не вызвать в себе некие депрессивные состояния которые приведут непременно к утрате мотивации то есть если вы начнете сам заниматься опорно-двигательный аппарат к этому не готов и будете вы там испытывать постоянно какие-то боли, дискомфорты и все такое прочее то кончится непримерно тем что вы потеряете мотивацию и бросите заниматься это на сто процентов вот а как это сделать вот как себя привести в порядок в норму на самом деле это совершенно не сложно вообще абсолютно не сложно просто нужно делать правильные суставы суставную гимнастику правильную разминку правильный стрейчинг оп 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 и все будет в ажуре что такое правильное правильное это такая при которой абсолютно все связки суставы мышцы сочленения работают ежедневно обязательно в рамках нормальных физиологических амплитуд всегда с нагрузкой или без нагрузки ну как правило без нагрузки то есть когда мы организм показываем что абсолютно востребовано все что нам дала природа то есть то есть любое действие оно востребовано и тогда не возникает атрофия если сустав работает в полной амплитуде то дегенерации в нем не возникнет это не значит что надо прямо постоянно целыми днями крутить там во плечевых суставах в полной амплитуде позвоночник гнуть со стороны постоянно нет это достаточно делать иногда ну как иногда каждый день один раз минимум желательно это делать перед каждой самки тренировкой и в быстром режиме не в быстром а в укороченном по времени делать все то же самое после тренировки что это за комплексы ну вот я разработал такой комплекс в рамках проекта триада триада это значит что-то входит это рефлекторная гимнастика то есть активизация значит организма всего всех органов и систем через воздействие на рефлекторные зоны второе это дыхательные практики которые как раз адаптивные для всех а не только для избранных кто занимается йогой и какими-то там экзотическими дыхательными практиками может любой человек сразу брать и заниматься и третья составляющая это суставная гимнастика и стретчинг то есть это мобилизация и аутомобилизация всего опорно-двигательного аппарата человека вот схема разработана четко и последовательно что касается вот этой самки третьей части ну мобилизации у меня по этому поводу ну извините так получается реклама сейчас пройдет вот есть значит видеокурс большой здоровый такой видеокурс мощный который оценили тысячи людей уже прям реально у меня собрано несколько сотен отзывов по курсу занимает несколько тысяч человек а я думаю что наверное уже за десятки тысяч на ноги перевалило потому что я же обучаю некоторых людей они потом обучают своих родных и близких ну и опять же кто-то курсы приобрел там научился и научил своих родных и близких так что много занимается называется здоровый позвоночник и жизнь прекрасна вот а также бесплатный есть у меня видеокурс который называется остеохондроз нет не слышали вот прямо прямо в интернете набирайте иначе михаил шилов позвоночник и найдете там остеохондроз и найдете подписку на этот бесплатный видеокурс ну а там если захотите возьмете этот основной вот значит короче говоря вот будете это делать проблем не будет вот я вам тому наглядный пример сам я это практикую уже на протяжении ну сколько их лет на двадцати а мне сорок три и за эти двадцать лет у меня ни разу не было ни прострелов никаких ни в спине ни в шее ничего абсолютно хотя до двадцати трех лет они у меня были понимаете я был моложе у меня проблемы были я стал старше у всех моих знакомых наоборот стало все это чаще происходить кто не занимается по методике а у меня нет почему потому что этим занимаюсь то есть я регулярно каждый день каждый занимайся психической практикой о вот тут вопрос какие то возникли надо мне на них ответить так 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 это так и общее слова какие рекомендации о legitimate а где рекомендации рекомендации даются все именно цельные, прямые рекомендации. Какие? Вот я вам дал только что, наверное, какие еще, можно сказать, общие слова. Вернее, что за место сказать над общих слов? В рамках вот таких эфиров я лишь и могу сказать над общие слова. Остальное все нужно смотреть конкретно по методикам. Где их взять? Я сказал. О, ребят пишут. Занимаемся в борцовском зале. Всем за 50. Отлично. Молодцы. Я очень рад, что есть такие клубы, такие люди, которые собираются над интересом и сам занимаются в том возрасте, когда другие вообще не способны ни на что, кроме как сидеть на диване и лупать телевизор. Вот. Так, Виталий пишет. Кроссфит подходит в таких случаях? Ну, кроссфит абсолютно подходит. Только надо понимать его не как спортивный кроссфит, как спорт высоких достижений. Когда там люди там разрывают все задницу, блюют там в зале самоги спортивном, закисляя миокард и так далее. Кроссфит надо понимать как функциональный интервальный тренинг с использованием специальных упражнений, которые были разработаны в рамках вот именно кроссфита как такового. То есть, фактически, это круговые тренировки раньше называлось, сейчас это называется более модно кроссфитом, если это не спортивный кроссфит, я еще раз говорю. То есть, это функциональный тренинг, когда в рабочей зоне во время нагрузки находится частота сердечных сокращений, во время перерыва она восстанавливается до определенного уровня, и потом снова идет упражнение. То есть, не какое-нибудь одно, а целый круг. То есть, это такие даже не суперсеты, не три сеты, а целый круг, например, из шести-семи упражнений, которые выполняются по минуте или по определенному количеству раз. Во время этого в виде спорта даже могут бы они быть, некоторые из них. Вот, там просто частота ЧСС поднимается до высокого там уровня, вот, но такого, чтобы не закислить миокард. И потом во время перерыва, после круга, там, минуту, две, три даже может быть, он должен вернуться в пульс, в нормальном состоянии. Вот. Ну, не в нормальное, а в рабочее состояние. Предположим, если в пиковом он был 160-180, то в рабочем должен вернуться до 120, не больше. И потом все повторяется. Вот. Отлично. Так. Выключить мышцы антагонисты. Я не понял, к чему это. Извините, пропустил просто. Просто здесь еще идут вопросы. Так, сейчас я посмотрю, к чему и выключить мышцы антагонисты. Так, 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 так. А, ну, сохрани здоровье. Меняй методику. Мышцы антагонисты. Немножко не понял, к чему. Не уловил последовательности. Ну, надо понимать, конечно, безусловно, что в любых упражнениях мышцы антагонисты с антагонистами всегда вступают в противодействие. Кроме таких вещей, где требуется стабилизация. Вот там они работают синхронно. Если это динамика, то в динамике максимально надо включать антагонисты, подключать агонисты и синергисты, да, чтобы они, значит, работали вместе. А антагонисты подключаются, например, в моменте киме. То есть, например, когда происходит удар, и он должен быть остановлен в определенной самой точке. То есть происходит именно киме, это пиковое сокращение всех мышц, чтобы тело превратить на момент в камень. Вот там работают одновременные синергисты, то есть и агонисты, и антагонисты. И они в данном случае выступают как синергисты. То есть они достигают одной задачи. Застабилизировать что-то. Так, Виталий пишет. Нет, я не про спортивную дисциплину спросил, это про кроссфит, а именно про саму систему, комплексы, упражнения в качестве ОФП. Да. Тогда все, я вам ответил на вопрос. Все нормально. Легкий вброс ударов. Ну, легкий вброс ударов. Ага, все. Да, конечно, есть удары, которые не требуются. Мгекиме, безусловно. То есть удары, используемые больше по типу хлестовых, хлыстобразных ударов. Там, в принципе, киме как такового нет. То есть там агонисты с антагонистами не работают. Там или происходит непосредственно хлест, когда рука запускается как камень, то есть ее бросили, все, она в одну сторону полетела. То есть в этот момент, конечно, запускают одни только агонисты. Это все. И антагонисты здесь подключаться не должны, а то это будет противодействие самому себе. Либо же там происходит... Да, и они расслабляются. А второй момент, когда происходит такой элемент, как называется, мучими. То есть здесь, опять же, антагонисты не подключаются. Это когда после момента контакта агонисты еще больше работать начинают. Но они уже не на быстрый старт работают, а подключаются медленные волокна мышечные, как правило, которые осуществляют надавливание. То есть это такое, как вот, если бы на столе лежал кусок теста, вы били по нему тыцуй и хотели бы пробить его, ну, промять его до стола. Тесто относится к ниньютоновским жидкостям, то есть оно, чем вы его резче стукнете, тем у него больше будет жесткость, ну, плотность в миг удара. То есть чем резче будет удар, тем оно больше похоже будет на камень. Так вот, вы бьете по нему, а потом, чтобы промять его до стола, вы еще начинаете его, как бы, додавливать медленно, плавно. Ну, не то, что совсем плавно. Все это в районе секунды происходит, но, тем не менее. Вот так это работает. То есть там, да, там тоже антагонисты не подключаются. Вот. Но, тем не менее, в большинстве ударов всегда скоординированно работать должны как агонисты, так и антагонисты. Все, друзья, побежал я на тренировку. Я очень рад, что вы были со мной на эфире. Все, что я хотел в этом эфире, я вам рассказал. Оставьте по этим видео какие-то комментарии свои. Я постараюсь ответить вам на вопрос. Да, еще я хочу заметить. Я за последнее время прикупил тут аппаратурки всякой для ведения стримов там и всего прочего. То есть я думаю, что я из дома буду вещать во прямых эфирах на Ютубе. Ну, и не только на Ютубе, а в социальных сетях я буду оповещать об этих прямых эфирах. И там сможете вопросы задать. И вообще, ну, в общем, будет интересно. Я думаю, что все получится. У меня единственный лимитирующий фактор это интернет. Я живу за городом в коттедже. У меня все есть, а вот интернет нормальный у меня нет. То есть, ну, это мобильный. И в итоге хорошее видео, чтобы я его мог освещать, было мало доступно до последнего времени. Вот сейчас вроде вопрос немножко порешался. Мобильный интернет стал немножко быстрее. То ли вышку построили какую-то ближе, то ли еще что. В общем, короче, будут эфиры классные. Ждите анонсов. Пообщаемся. Пока.